Привет! Это снова я, Таня. Сегодня расскажу вам немного о себе. В прошлом я профессиональная спортсменка. В основном занималась игровыми видами спорта. Баскетбол, волейбол, гандбол и регби. За период моей карьеры я поменяла около 20 команд и поработала с 30 тренерами. Именно спорт дал мне понять, что такое цель, как её достичь и удержать результат. Как ни странно, но в спорте ты сам ставишь себе цели, чувствуешь свои возможности, рвёшься к результату. Для тренера ты можешь быть всего лишь ресурсом, расходным материалом. К чему это я? К тому, что к людям, с которыми ты работаешь, нельзя относиться как к ресурсу. Секреты моей успешной работы очень просты. Будь человеком и общайся с людьми, при этом воспитывая в себе главные принципы – искренность, честность и открытость. Я работаю для того, чтобы каждый мой сотрудник любил то, чем занимается. Свой коллектив, понимал цели и задачи, стоящие перед ним и группой, не боялся высказать свою точку зрения, чувствовал поддержку и полезность. Я всегда использую индивидуальный подход к каждому, при этом ищу уникальность, разглядывая потенциал человека. Вместе с этим ставлю и популяризирую общекомандную цель, для того, чтобы сотрудники знали о моих ожиданиях и понимали роль нашей группы в компании. Я работаю так, чтобы мои люди знали, что безвыходных ситуаций не существует. Надо быть смелым, творческим и решительным. Вместе с моим помощником проводим интересные фановые собрания. На неформальных встречах группы проводим игры и мероприятия для сплочения коллектива. Всегда поддерживаем и помогаем развивать инициативы сотрудников и благодарим за помощь в организации работы группы. Осветляем каждое достижение сотрудника или группы на собраниях в корпоративной соцсети по почте. Такие, казалось бы, простые вещи создают сильную связь между сотрудниками в коллективе и высокий уровень командного взаимодействия, когда результаты команды все ставят выше, чем свой личный. Я не раскрыла вам тайны управления, просто все, о чем я сказала, нужно делать, а не говорить, быть, а не казаться. Такая работа с коллективом приводит к высоким результатам группы и развитию сотрудников. А сейчас я хочу вас познакомить с теми сотрудниками, у которых произошел карьерный рост. Итак, знакомьтесь, это Ильки Вьюра и Ивахев Юля. Ребята прошли конкурсный отбор и стали сотрудниками специализированной группы телемаркетинга. А это Сережа Панькев, Оля Скорикова и Оля Тихая. Эти ребята стали супервизорами и присоединились к управленческому составу контактного центра. Аня Аксенюк и Богдан Закидальский с успехом, пройдя конкурсный отбор, заняли экспертные вакансии в Одессе и Днепре. Гордость группы – София Малиновская. Во втором квартале ее разговор с клиентом был признан лучшим в обслуживании во внутренней программе признания. Если же говорить о результатах группы, то мы самые результативные по итогам ежемесячных аттестаций в этом году, а также стали победителями в первом и во втором квартале во внутренней программе признания. Мне приятно осознавать, что я часть этого успеха, а моя команда движется в правильном направлении. Спасибо за внимание.